Дорогие зрители интернет-портала экзегет.ру, мы продолжаем разбирать мессианские места псалтири. Сейчас коснемся очень в сущности необычного псалма 88-го. Милости Твоей Господи, вовек воспою. Вот там есть достаточно пространный, очень сильный мессианский отрывок, начиная с 20-го стиха. Я сразу прочитаю, поскольку отрывок большой, 10 стихов, прочитаю его в русском переводе. Некогда представ в видении сынам Твоим, Ты сказал, явил я помощь сильному, вознес избранника из народа моего. Обрел я Давида, раба моего, и леем святым моим на царство помазал его. Поэтому рука моя защитит его, десница моя укрепит его, не будет успеха врагу в борьбе с ним. И сын беззакония впредь не причинит ему зла. Истреблю пред лицом его врагов его, и ненавистников его сокрушу. Истина моя, и милость моя с ним, и именем моим вознесется достоинство его. И возложу на море левую руку его, и на реке правую он призовет меня. Отец мой сетый, Бог мой, заступник, спасающий меня. И я первенцем моим поставлю его, превыше царей земных. Вовеки сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И сберегу навеки потомство его, и вечен престол его, как небеса. Вот этот отрывок в собственно историческом контексте, он перекликается, ну буквально в смысле слова перекликается с седьмой главой второй книги царств. С известным пророчеством, сказанным Давиду, когда он захотел построить храм. И с разрешения пророка Нафана было, ну вот уже принял решение его строить, и Господь является пророком и говорит ему нет. Вот целая большая глава посвящена пророчеству, и там есть вот слова о том, что сын твой, который восядет после тебя на престоле твоем, тот построит мне дом. Вот, и некоторые там, вот буквально параллельные места с 88-м псалмом, о том, каково будет его царство, каково будет его престол, какова будет его мощь. И на этом основании, как мы знаем, сын Давида по плоти Соломон построил, решил, что пророчество о нем, и построил храм. Скажем, вот, когда мы подробно читаем это, ну не в рамках, скажем, вот интернет-проекта «Экзегет.ру», а, скажем, те лекции, которые я читаю по ветхому завету на телеканале «Союз», мы там подробно разбираем это пророчество, подробно разбираем это заблуждение Соломона, и особенно в этом смысле интересно то удивление, недоумение, испуг, потрясение и смирение, сокрушение и смирение Соломона, когда он начинает произносить молитву на освящение храма. То есть он, там очень хорошо видно, молитва пространная, очень хорошо видно, что, начав очень дерзко, восхищенный творением, он вдруг резко, по мере того, как сходит благодать, касается сердца благодать, пока понимает, что он сделал совсем не то. Вот, ну, скажем, можно спорить, было, можно было там иметь разные точки зрения. На этот храм, построенный Соломоном, ну, только до той поры, пока он был разрушен. Только до той поры, пока слава царства Соломона ушла, она ушла сразу после его смерти, когда разделился израильский народ, разделился единый Израиль, когда образовалось два царства, южно-иудейское, северно-израильское. Вот, стало всем очевидно, постепенно, 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 к Вавилонскому плену совершенно определенно стало понятно, что пророчество, которое было сказано Давиду, пророкам Нафанам, оно никоим образом не подразумевало Соломона. Вот, и, скажем, в иудейской традиции эпохи второго храма, когда поднялся вот этот красавец, второй храм, красавцем он стал во времена уже, естественно, в самый канун пришествия Иисуса Христа, во времена Ирода Великого, он относительно красавцем, не сравнить по богатству с храмом Соломона, но все-таки по масштабности, по величию, несомненно, лучше. Стало уже понятно, совершенно очевидно, что речь в пророчестве седьмой главы книги царств, второй книги царства, она относится к сыну Давида, но не вот прямому потомку, то есть не следующему потомку, а действительно потомку Давида, но некому отстоящему от Давида на некое количество лет. Вот, это стало понятно, и вот этот образ обещанного Давиду сына, то есть потомка по плоти, и в то же время продолжателя и его праведности, и его славы, и его могущества, того могущества, которое достиг Израиль во времена Давида, вот это вот сын Давида, стало ко времени прихода Иисуса Христа, уже общеупотребляемым мессианским именем, все уже, как так вот, соотносили грядущего, ожидаемого уже, ожидали, ожидали. Они не знали, что он придет такой, они не знали, для чего он придет, они не знали, что придет страдающий мессия, они муж скорбей, изведавший болезни, они не знали, что он будет распят, они понятия не имели, что он будет распят их руками, но ожидали они сына Давида, ожидали они царя, который поднимет с колен Израиль, израильский народ, создаст мировую империю во главе, которой будет он сам и все народы, поклоняться ему, подчиняться ему, а стало быть и израильскому народу. Ну, мы все это, собственно, более или менее знаем, когда читаем Новый Завет. Так вот, это, ну, скажем, когда встречают Иисуса Христа, вход Господень в Иерусалим, там Асана, сыну Давида. Вот, они воспринимают это, как царя, вступающего в свои владения. Вот, 88-й Псалом, он строит вот это мессианское место вокруг, это мессианское пророчество вокруг этого потомка Давида, что вот некогда было сказано, что будет явлена особая милость израильскому народу, будет некий избранник, некий избранный. Вот, этот избранник Давид, вот, этот Давид будет помазан, миропомазан, будет, скажем, особым помазанником, не формально возведенный через какой-то вот чин, а именно получивший помазание. Напомню, что Христос, слово Христос, это греческий вариант еврейского Машуаха, именно помазанник означает. Так вот, помазал там я Давида, на раба моего, все, и вот он будет там бороться, он будет побеждать, он будет там торжествовать, он будет замечательный, он будет сильный, он будет могучий. Тоже это политическая, вроде бы, власть, территориально везде, возложу на море левую руку, на реке правую, вот. И можно, скажем, когда мы читаем, и нас угораздило знать священное писание, мы не по детской Библии знаем историю царя Давида, то, естественно, мы соотносим вот это пророчество просто с Давидом, вот с реальным человеком по имени Давид, сыном Иисея. Но на самом деле, на самом деле, это пророчество, это псалом, поскольку он именно псалом, а не пересказ определенного сюжета, это всегда некое лирическое переживание, переживание в благодати Святаго Духа, того, что происходит, того, чему я делаюсь причастным, и того, что происходит именно со мной, то, на самом деле, мы понимаем, что здесь под Давидом, разумеется, не только, не столько Давид. И ключевым как раз является обозначение того, что он помазан, хотя и реальный Давид, исторический Давид был помазан на царство, но здесь какое-то совершенно особенное помазание. Почему мы думаем, что это особенное помазание? Можно в историческом контексте представить себе, что враги все будут побеждены, и сын беззакония не причинит ему зла, но есть же какие-то беззаконники, есть там какие-то сыны беззакония, то есть сыны греха, сыны чего-то там, какого-то безобразия, вот они Давиду никакого вреда не принесут, и все враги будут истреблены, и все ненавистники сокрушены, и вознесется рок его, силы его, достоинства его и так далее. И, конечно, Давид мог сказать, отец мой, ты и Бог мой заступник, мой спасающий, почему не мог сказать? Мог, мог, но, вот этот двадцать восьмой стих, и я первенцем моим поставлю его превыше царей земных. Царь Давид ни в коем, в общем-то, смысле не может быть первенцем, он не первенец в своем роде, он первый, конечно, из поколения сынов Иудовых, восседающий на престоле, можно так сказать, но превыше царей земных никак нет. Реальный исторический Давид никогда не был выше всех земных царей. Никак. И дальше, тридцатый стих, «И сберегу навеки потомство его, и вечен престол его, как небеса». То есть, опять вот эта перекличка с книгой царств, о том, что престол будет непоколебим, престол будет вечен, ни один земной престол не может быть вечен. Ни один. Просто потому, что хотя бы в контексте библейской истории все будет захвачено антихристом. Вот. Поэтому речь идет, очевидно, что если какой-то престол называется вечным, то значит, речь идет о каком-то неземном, неисторическом престоле. Причем вечен, как небеса, на которых он и пребывает. То есть, это небесный престол, небесное царство и небесный царь. И вот, но соотносится он с фигурой Давида, с историческим, в том числе, Давида, и метаисторическим Давидом. То есть, для духа святаго вот сын Давида, сам Давид, тот, кто вот в потомстве, в чреслах Давида был по плоти. Вот это метафора для, ну, собственно, даже не поэтическая метафора, а библейская метафора. Метафора образ, когда род и личность соотносятся. Ну, скажем, такой вот классический сюжет. Был Адам исторический. И когда Библия говорит спасти Адама, оно предполагает не спасение определенного лица, определенного человека по имени Адам, а предполагает спасение человека. Про Адама вспомнили тоже не случайно, потому что именно в контексте Адама мы слышим в Священном Писании Нового Завета слово первенец. Как Адам был первенцем из людей, так Христос будет первенцем и новым Адамом, первым, кто по человечеству входит в Царство Божие, в вечную жизнь, первый, кто по человечеству возглавляет вот это вот шествие на небеса, и ему по праву, как и Адаму по праву, когда был создан Адам, ему сказали, ты, господин и царь, владычествуй над этой землей, и вот как первенец он становится царем небесного человечества. Имеется в виду, естественно, Христос, сын Давида. Вот так же, как спасение Адама предполагает, не спасение только одного Адама, но спасение всех, кто вышел из Адама, всех, кто был в чреслах Адама, всех, кто, всего человечества, в общем, ветхого Адама, так и здесь, когда мы слышим, обрел я Давида, обрел я Давида, имеет отношение не только к конкретному человеку, носящему имя Давид, и бывшему царем в Израиле, где-то в конце XI века до Рождества Христова, но имеется в виду и тот, кто был в чреслах Давида, а вместе с ним, вместе с ним, и все те, кто стали соединенными с сыном Давида, как мы все часть Адама и нуждаемся в спасении, и гибнем, и заражены смертью, потому что в Адаме находимся, так и сын Давида, истинный Давид, так можно сказать, истинный царь, истинный первенец человечества, а мы, будучи соединенные с ним, мы с ним и восходим к царствованию, мы же все цари и священники, мы все во Христе, в сыне Давида, мы все обретаем свой престол, мы все обретаем свое царственное священство, свою власть над миром, но только в нем, и вот это пророчество 88-го псалма, оно здесь говорит не об историческом в Давиде, хотя берет его как за основу, а пророчество строит вокруг того, кто в Давиде, кто истинный Давид, кто стал помазанником, который был избран, избранник Божий, некое, избранный для спасения людей, вот он в отношении к нему по преимуществу и следует относить все слова сказанные дальше, что действительно, как говорит сам Христос про церковь, которая и есть то сообщество находящееся в сыне Давида, которому и отданы обещанные эти благословения, так вот враг ничего не сделает с церковью, или как говорит Христос, врата ада не одолеют церковь, не одолеют те, кто в Давиде, и действительно царство этой церкви, как некое явление церкви в введении в сновидении царя Навуходоносора, заполнит собой всю землю, не политическая власть конкретного иудейского, или, скажем, израильского царя Давида, не власть политическая мессия, о которой мечтали, которые жаждали иудеи времен Христа, а торжество церкви, непоколебимость этой церкви и вечная непоколебимость, царство непоколебимое, как говорит апостол Павел, и ее непоколебимость в историческом плане, потому что врата Адова не одолеют ее, вот о чем звучит это и пророчество, и тогда, и тогда слова 23 стиха не будет успеху врагу в борьбе с ним, как раз и могут быть псаломским изводом известных слов врата Адова не одолеют ее, а следующий сын беззакония впредь не причинит ему зла впредь это как раз слова об Антихристе он сын беззакония на языке священного писания только к нему относится не к любому беззаконнику не к любому грешнику не к любому злодею только к Антихристу относится что сын беззакония не может причинить зла ни Христу ни его церкви потому что как мы знаем из Апокалипсиса невеста Агнца будет спрятана и дракон ничего не может сделать он будет мучить людей но церкви победить не сможет и вот тогда вечная эта милость и вечный завет имеется ввиду с церковью с церкви те кто в Давиде те кто соединился со Христом соединился с сыном Давида посредством таинства вот с ними с этим вот особым народом и с этим сыном Давида завет новый завет в его крови не разрушится и вечно будет слава его Внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео вклад